Обращения граждан. Они сегодня изучаются и решаются на основе эффективных подходов. Комплексно. И каждый вопрос, волнующий соотечественников, в центре внимания ответственных лиц. В том числе и связанные с обеспечением жилья. Только в прошлом году в Новоинской области 193 нуждающимся выплачены компенсации за его аренду. Отремонтировали дома 683 женщин. Еще 390 выделены субсидии для приобретения жилья. Которым также обеспечено областным хакемиатом еще 16 соотечественниц. Внимание акцентируется и на занятости населения посредством решения проблем в сфере предпринимательства создания новых рабочих мест. К примеру, в 2022 решены 1162 проблемы предпринимателей. Начали свою деятельность 4238 новых субъектов малого бизнеса. Их общее число достигло 22 681. 4356 граждан обрели постоянные рабочие места. Реализовано 1118 перспективных проектов на более 327 миллиардов сумм. Что обеспечило занятость 4271 человека. В рамках семейного предпринимательства выделены льготные кредиты в размере более 565 миллиардов сумм. 19 лет назад открыла свое швейное дело. На сегодняшний день у меня трудится около 500 швеей. И у нас имеются договоры с 5 странами. В дальнейшем хотим расширить свою деятельность. В центре постоянного внимания вопрос, связанный с обеспеченным населением питьевой водой. В частности, в прошлом году в регионе протянули 332 километра линии питьевой воды. Возвели и реконструировали 18 гидросооружений. В результате чего впервые централизованное водоснабжение дошло до безмалого 46 тысячного населения. Уровень же обеспеченности жителей Новоиска области централизованным водоснабжением достиг 76%. Мы поставили цель в ближайшие годы довести уровень обеспеченности централизованным питьевым водоснабжением населения области до 81%. Кроме этого, в центре Хатерчинского района строится очистительное сооружение. Также начнутся строительные работы канализационных систем и в Карманинском районе. Работа в этом направлении расширяется в своих масштабах, охватывая даже самые отдаленные местности региона.